Мне хотелось бы начать наше с вами сегодняшнее знакомство с того понятия, которое является центральным в славянском мире. Это сам славянский мир, что он собой представляет. Я думаю, вы слышали про это понятие, славянский мир. Это наша первая тема, с которой мы начнем курс по энергоинформационной безопасности. Поскольку энергоинформационную безопасность мы с вами разбираем не в целом, потому что если в целом, то это будет очень широкое направление, которое частично разбирает инеология. Мы возьмем энергоинформационную безопасность, но сосредоточим ее на определенном круге людей. То есть это круг людей, которые в своем духовном устремлении ориентируются на опыт предков ведической эпохи. Потому что это и есть славянский мир. Мы с вами разберем сейчас, что представляет славянский мир как идейная духовная общность. И попробуем разобрать его с разных понятий. Славянский мир сегодня используется в двух значениях. В политическом и в духовном. В политическом мы не берем, просто это используются все славянские государства, которые есть. От Сербии до России. Мы этот момент не берем, потому что у нас с вами занятие не политического характера. В духовном отношении славянский мир представляет собой именно идейно-духовную общность людей, которые ориентированы в своем духовном развитии на национальную самобытность. То есть это люди сами себя, как правило, называют староверами, либо родноверами. Реже язычниками. Хотя когда-то этот термин был достаточно распространен. В научных кругах нашу среду, наш мир людей называют неоязыческим кругом. Это в научной среде. Сразу хочу отметить, мы с вами будем знакомиться с разными терминологиями, разных учений, разных направлений. Течений для чего? Для того, чтобы их соотносить между собой. Чтобы одно и то же можно было описать разными словами. Знаете, одна моя знакомая в Омске, работая с детьми, как раз показала этот принцип, закладывает в детях самого раннего возраста разницу между оберткой и содержанием. Я показывала детям конфеты в зеленом фантике. Какая это конфета? Они говорили, зеленая. Она на их глазах разворачивала конфету и заворачивала в синий фантик. Это какая теперь конфета? Большинство говорили синее уже сразу по обертке содержания. Синее. А некоторые так робко сидели, в сторонке говорили шоколадное. То есть не уверенно. Но тем не менее уже какой-то посыл есть. Есть обертка, есть содержание. Мастерство в духовном отношении сводится к тому, чтобы единое содержание облекать в разные обертки, если это нужно. Чтобы уметь ведическую мудрость донести, если надо, языком экологов, если надо, языком парапсихологов, общей эзотерической терминологии, языком индийской духовной культуры и славянским языком тем более. Чтобы не впадать в зависимость от какого-то терминологического аппарата. Может быть, у некоторых из вас были неприятные ощущения и удивления, когда внезапно произошла резкая переориентация с буквицей на энергоинформационную безопасность. Казалось бы, что здесь общего. Может быть, у кого-то был такой парадоксальный момент. Поначалу вроде как буквица, сохранность своего языкового наследия, чистота своего родного языка, очищение иностранных заимствований. Тут бабах, энергоинформационная безопасность, парапсихология, экстрасенсорика, какие-то там термины пошли из разных, из общей эзотерической, парапсихологической, инеологической. Терминология громоздкая настолько, что взрыв мозга идет. Почему? Это был эксперимент. Сейчас уже можно этот момент озвучить. Это был эксперимент для выявления того, насколько люди зациклены на славянской обертке. Зацикленность на славянской обертке позволяет умело протягивать неславянское содержание, которое люди идентифицируют как свое. Потому что оно в славянской обертке конфеты зеленые, а не шоколадные. Знаете, беру книгу одного волхва, и внутри он там описывает некоторые методы мантики, гадания. Такое все так красиво стилизовано, по-славянски оформлено. Друзья, что-то знакомое. Что-то знакомое, такое красиво оформлено, славянское, славянский самобытный тип гадания. Ну что-то где-то это я уже видел. Беру, сравниваю гадания царя Соломона один в один. Только обертка славянская. Это следствие того, что люди зацикливаются на славянской обертке. В итоге, оберни славянскую е, ведическую е в чужеродную терминологию, в другую терминологию, и люди уже не идентифицируют это как свое. Это первое следствие. И второе следствие. Заверните чужеродную, чужеродную смысловую нагрузку, чужеродный смысл, отвлеките в славянскую терминологию, и люди хапнут это как свое. Уязвимость. Мы видим в данном случае уязвимость и зону риска. Как только это было понято, возникла потребность в реагировании. Мы начали реагировать каким образом? Начали сопоставлять терминологии разных учений. Чтобы люди не... Мы тренировались, мы в ведические знания старались обвлекать в терминологию парапсихологии, в общую эзотерическую терминологию, в терминологию биоэнергетов, в терминологию индийской духовной культуры. То есть старались расширить терминологический аппарат. Для того, чтобы можно было в соответствии с тем, с кем ведем общение, тому на том языке и обосновывать. Потому что одно дело, одно дело, если мы говорим с человеком, кто в теме, другое дело, когда мы говорим с человеком, который не в теме. И естественно, надо подбирать слова. Понятное дело, если сотрудник, рядовой сотрудник полиции, например, вне службы своей, просто во вне рабочее время, придется заинтересоваться славянством, а такие есть, и придется спросить у представителя славянского мира, а чем вы вообще занимаетесь? И если он услышит в ответ, что мы боремся с рептилоидами, с инопланетными пришельцами, которые уже много тысяч лет контролируют нашу Землю и выкачивают природные ресурсы, и мы являемся частью галактической империи зла, которой правит император не то Палпатин, не то Палпутин, и чем мы повстанцы, которые боремся с галактической империей зла против рептилоидов, ну, мягко говоря, он вас не поймет. И это мягко говоря. Понятное дело, что в зависимости от того, кто перед вами, нужно уметь обвлекать свои знания на том уровне, на котором человек способен это воспринять. И поэтому в данном случае терминологиями мы занимаемся экологией. И совсем другое, попробуйте понять разницу. Когда мы говорим, мы занимаемся экологизацией всех аспектов жизни на основе образов патриотического воспитания. Ну, согласитесь, разница же большая. То есть мы, по сути, с вами экологи. То есть мы занимаемся экологизацией, в первую очередь мышления, образа жизни, экологизацией всех аспектов, которые начинаются с мировоззрения. Мировоззрение начинается с детства. С детства это сказки. Сказки это волшебство, и тем более русские народные сказки, если мы берем на основе патриотического воспитания. И все, потом как раз никакого диссонанса, никакого противоречия нет. Естественно, когда сразу начинают задвигать про рептилоидов, сами понимаете, какую реакцию это вызывает у людей, не имеющих отношения к нашему кругу. И у нас даже есть такая шутка. Люди, зациклившись на рептилоидах, стали объектом посмешища, достаточно серьезного. И у нас даже шутка такая есть, что в славянском мире три новые гильдии. Рептилоида Фоба, рептилоида Веда и рептилоида Лоба. Да, но тем не менее, шутка сформировалась не на пустом месте. Это шутка как саркастическая такая реакция усталости соприкосновения с этими элементами в славянском мире. Так что же такое славянский мир? Давайте разбираться. Если мы возьмем славянский мир на данном этапе его развития, его продвижения, славянский мир представляет собой многослойный пирог. Каждый находится на своем слое, на каждом уровне, на своем витке, на своем круге. Ни выше, ни ниже, они просто разнятся. Разнятся подходы, разнятся взгляды, разнятся представления, разнятся устремления. И поэтому причесать все это хозяйство разнородное достаточно сложно. Но мы попробуем. Мы попробуем выделить разные подходы, которые есть. С какой стороны люди заходят на славянство. Потому что по какой дорожке они идут, определяет вектор их устремлений. Да, примерно мы вращаемся в одном поле все. Но устремления разные у людей. Кто-то борется с системой. Кому-то важно показать себя. Кто-то важен в приоритете какое-то духовное развитие. Для кого-то важно сохранить знания предков. Для этого их надо изучить и постичь. Кто-то стремится возродить культуру и традицию, поскольку видит в этом оплот нравственности и возрождение нравственности. У всех разные подходы. Для кого-то славянство – это магия. Русская самобытная магия, которая древнее христианской. Но и многие другие. И, соответственно, возникает разница. Существует пять основных подходов к славянству. Мне хотелось бы, чтобы вы их себе пометили. Так вам будет проще сориентироваться. Существует пять основных подходов к славянству. Это пять разных уровней осознанности. Ни выше, ни ниже. Они просто разнятся. Люди, представители этих подходов, находятся в разном поле. Им сложно найти общий язык между собой. Из этого стопорится идея стремления объединить славянский мир. К единству стремятся. Так или иначе. Все в большей или меньшей степени. За единичными исключениями. Вроде меня. Но я не стремлюсь к единству славянского мира. Потому что меня вполне устраивает. Я объясню потом, почему. Большинство к единству стремятся. К единению стремятся. Так и для большинства. Но они не могут состыковать. Так, знаете, вилка одного стандарта не может войти в розетку другого. Не подходит ни кондиция. Стандарт не тот. Первый стандарт субкультурный. Субкультурный стандарт. На меня, конечно, немножко осерчали, когда я обозначил, что славянство превращается в субкультуру. На каком-то этапе оно превращалось, пришлось реагировать. Но, тем не менее, что собой представляет субкультура с точки зрения социологии? Вспоминаю. Это отдельная группа людей, преимущественно объединенных возрастом, одной возрастной категории, которые проходят стадию подростковой незрелости. По сути своей. Они занимаются позиционированием себя. Как правило, бросая вызов традиционным условиям. Ну, традиционным мы подразумеваем не ведическое наследие культуры предков, а социумом. То есть, бросая вызов социуму, им важно показать себя. Готы, эмо, рокеры, всевозможные там цепями обвешиваются. То есть, вот эти вот все проявления, это есть субкультура. А когда она начинает носить ярко агрессивный характер, например, скинхеда, это уже контркультура. То есть, это уже субкультура, но уже с агрессивным посылом, когда приходится уже реагировать. Главное отличие субкультуры – желание показать себя. Самое главное здесь, в субкультуре, показать свою принадлежность к этой группе лиц. Потому, все здесь сориентировано на форму. Как правило, это соответствующая одежка, это какие-то яркие, бросающиеся в глаза наколки. Это вот все, чтобы всем своим видом показать. Смотрите, я славянин. Я там язычник, я родновер, я старовер, как угодно. То есть, там это уже бьют наколки, мой бог меня рабом не называл, а во лбу свастика торчит. Ну и всевозможные вот эти вот проявления. Главное, вот заметьте меня, смотрите, я славянин. Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Да, в данном случае это артария или что-нибудь в этом духе. Главная задача – показать себя. Вот это вот стремление выпендриться, заявить о себе как о... Поэтому эти люди, в принципе, ориентированы на яркую форму. И при этом им близка идея антагонизма. То есть, у них, в принципе, антипозиция. С точки зрения взаимодействия с социумом, у них ярко выраженная антипозиция. Итак, субкультура. Чем характеризуется? Первое. Характеризуется психологической незрелостью. Как правило, у женщин эта стадия проходит достаточно быстро, а у мужчин некоторые могут задержаться в этом стадии психологической незрелости до старости. Но, тем не менее, это стадия вот какого-то максимализма. Стадия максимализма – раз. Ярко выраженное желание показать себя – два. Ярко выраженная антипозиция – три. И, как раз-таки, как форма самовыражения, они используют внешние проявления славянства. Как правило, атрибутику. Как правило, атрибутику или используют какие-то… Немножко начинают регулировать свою собственную речь, немножко начинают регулировать какие-то жесты, мимику, чтобы всем видом показать свою принадлежность к этой славянской общности. Это субкультурный стандарт. У них устремления именно такие. Какая-то духовная глубина, если мы заговоримся с такими людьми про какую-то духовную сокровенную глубину, которая уходит туда в очень серьезную многомерность, в очень глубокие слои, это им будет не то, что это будет непонятно, это будет неинтересно, это будет не в приоритете, это будет не главное, гораздо важнее показать себя. Одно дело, когда люди отращивают бороды и длинные волосы, например, по той причине, что это функциональный инструмент. Чисто функциональный инструмент, те, кто отращивали, Аристарх не даст соврать, это чисто функциональный инструмент. Ощущения меняются кардинального мужчины, когда он отпускает бороду и когда отпускает длинные волосы. Сразу же увеличивается чувствительность. Есть такое, Аристарх? Он абсолютно верный. Да, есть такое. Увеличивается чувствительность. Дальше, увеличиваются, усиливаются какие-то родовые каналы взаимосвязи. Человек начинает чувствовать больше, особенно через бороду. Мужчина начинает чувствовать определенное... У него происходит момент активизации связи с предками. Обратите внимание, человек задумался и сразу, автоматически, независимо от того, есть борода или нет, задумался, человек начинает тереть подбородок. Почему? Потому что каждый волос симфатически связан с предками. Чем гуще борода, тем с большим количеством предков связь. Чем длиннее борода, тем, соответственно, эта связь длиннее. Больше, глубже. То же самое с длинными волосами. Одно дело, когда люди отращивают волосы и бороды, по той причине, что это функциональное средство. Они с пониманием дело это отращивают. И совсем другое дело, чтобы показать свою принадлежность к той или другой субкультуре. Например, как отращивают некоторые музыканты. Рокеры особенно. Понимаете? То есть, разное наполнение. Внешнее действие вроде бы одно, но внутреннее наполнение другое. Хорошо, мы когда бороды отращивали, еще бородатых было не так-то много. Нас принимали за музыкантов таких, рокеров, думали, слава богу, хорошо. Но, тем не менее, в этот момент позиционировать, показать себя, это субкультурный стандарт. И у них одни интересы. Эти интересы, ни лучше, ни хуже, ни выше, ни ниже, надо просто учитывать. Помните себе, субкультура, субкультура в наших кругах, это следствие слишком стремительного роста и расширения. Роста в количестве человек. Славянство начало выходить на массы. По итогам последней переписи, я не помню, когда она была, но не в ближайшие годы. То есть, что-то лет... Ну да, что-то там... Больше, по-моему. Да, ну прилично. Вот по итогам этой переписи, 3 миллиона человек позиционировали себя, как неоязычники, родноверы, староверы и так далее. По итогам той переписи. Сейчас есть все основания считать, что в количественном отношении больше. Ну, может, миллионов пять. Сказать сложно. Нас не посчитаешь. Мы никак не структурированы. И это здорово. Как говорил мой отец, обреченных перед тем, как расстрелять, выстраивать в шеремку, то есть структуризировать. Для того, чтобы легче было расстрелять. То же самое и здесь. Итак, субкультурный стандарт. Понятно с этим. Дальше, следующий момент, это борцы с системой. Мы про борцы с системой поговорим отдельно. У них еще более ярко выражены антипозиции. Но, в отличие от субкультурного стандарта, вот в этом плане они сходятся, и у тех, и у других ярко выражены антипозиции к социуму, но у одних, у субкультур, у субкультуре это желание показать свою значимость, отрицая некоторые элементы социума, возможность заявить о себе, как позиционировать себя. У других это немножко другая задача. У них задача через антипозицию проработать невежественные проявления в социуме. То есть, они не приемляют этот социум не для того, чтобы оттемнить черное и показать свое белое, а по той причине, что это черное. То есть, другая задача, совершенно другая задача. У борцов с системой все построено по принципу функционала. То есть, их уже не так сильно интересует внешняя форма, их интересует все то, как инструмент действенности и способности, что поможет качественно бороться с невежественными проявлениями в социуме. Мы сейчас не будем с вами разбирать тему борьбы с системой. Мы коснемся этого чуть позже. Но надо понимать, что данное направление существует. И каждый раз, когда люди все больше проработали чуть-чуть тему борьбы с системой, поняли, что нет смысла бороться, бодаться с кем-то, надо над собой работать. Вроде бы все устоялось. И тут появляется опять очередной автор, который опять начинает подзуживать. Реттилоиды, система, масоны, и опять начинает раскачка. Откатились назад, опять встали на позиции борьбы. Окстились немножко, опять ушли в духовную работу. Вроде немножко так, по чуть-чуть, по чуть-чуть начали выравниваться. И тут опять другой уже автор появляется. Опять начинает нагнетание, нагнетание, надо бороться, надо бороться. То есть, вот так вот волнами идет. То становятся на позиции борьбы, то отпускают. То становятся, то отпускают. Ну вот, примерно так. Позиция борьбы с системой мы разберем ее чуточку позже. Но надо понимать, что субкультуристы и борцы с системой, им сложно найти общий язык между собой. Несмотря на то, что внешние проявления могут быть в чем-то схожи. Это, например, антипозиция. Культурно-традиционный подход третий. Культура и традиция. Такие люди делают ставку на возрождение культуры и традиции. При этом не всегда они ориентируются в разнице между культурой и традицией. А в чем, кстати, разница между культурой и традицией? Провокационный вопрос, да? Знаете, как отец мой говорил, потому что, как часто, мы не уделяем внимания тому, что, как нам кажется, мы знаем. Или принцип работы с информацией, хочешь узнать что-то новое, еще раз о смысле старое. Казалось бы, культура, традиция, культура, традиция постоянно, постоянно говорим об этом. Мы говорим вместе, а в чем отличие? Мы для этого тоже сейчас перейдем к этому чуточку попозже. Наберитесь терпения, ответим мы на этот вопрос. Но просто отметим культурно-традиционный подход. Как правило, эти люди занимаются организацией массовых праздников, которые стремятся привлечь как можно больше людей, для того, чтобы вытянуть их на новый уровень, показать им альтернативу. О том, что можно праздновать без алкоголя, без мата, без мордобоя. А если с мордобоем, то только стенка на стенку, в рамках возрождения какого-то культурно-традиционного элемента. Как правило, их деятельность направлена на изменение социума, поскольку они воспринимают, есть такая связка, что это действительно небезосновательно. Чем ниже уровень культуры и исследования традициям, тем, естественно, больше идет невежественных проявлений в обществе. Соответственно, поднимая уровень культуры и традиции, мы поднимаем уровень осознанности людей, помогаем им стать более нравственными, более духовными, более мудрыми. Это все правильно, но есть и там определенные слабые места. Тоже об этом проработаем. А слабое место в том, что они не учитывают, что праздник – это магическое действие. Потому что предком традиции является магия. О чем мы тоже поговорим. Соответственно, прежде чем влезать в магию, ее надо изучить. Но это подход людей, которые... Осторожно. В славянском мире, к сожалению, могу вам констатировать неприятный факт. Ни разу, ни мне, ни кому-то из моих знакомых, кто изучали этот вопрос, ни разу не встретился прецедент, при котором магию бы сперва изучали, а потом делали. Как правило, сразу берут и делают. А что, мы же все знаем. Это же русские люди, мы же такие. Зачем техника безопасности? И зачем инструкция? Это можно начинать словами, что уже сломал, да? Да, инструкция. Да, совершенно верно. Оно-то, конечно, когда речь идет про бытовой прибор, ладно, это не так. Но когда человек начинает делать магию, влезая в многомерность, не понимая того, как это все происходит, вообще не понимая, то последствия могут быть непредсказуемыми. И, в общем, техника безопасности всегда сводится к этому. Сперва изучаем, потом делаем. Но это неинтересно. Драйва. Да, драйва нету. И поэтому хочется же... Да, хочется идти методом шишек. Ну, хорошо. То, что набиваются шишки, это здорово. Но наша самая задача – делать выводы из этих шишек. Вот, собственно, часть курса по энергоинформационной безопасности – проработка магии славянского мира на нынешнем этапе ее использования. Для того, чтобы люди сделали выводы определенные. Итак, культурно-традиционный подход, флабость этого подхода в том, что не учитывается то, что культура и традиция являются прямым потомком магии, и что основой культуры и традиции является магия. Соответственно, для того, что прежде чем поднимать культуру и традицию, надо изучить самобытную магию и понять принципы ее работы. Тогда станет понятно принципы и праздника как такового, что он собой представляет. Праздник или какое-то традиционное действие. Это третий подход, который мы имеем на данный момент. Четвертый подход – это славянство как конфессия. Славянство как конфессия или как религия. Слово «религия» в славянском мире отрицается напрочь большинством людей. Это понятно, потому что у нас нерелигиозный стандарт. Но если мы посмотрим проявление религиозного стандарта, вот мы возьмемся, просто представимся, сосредоточимся на образе конфессионального верующего человека. Неважно, в какой он конфессии. Как правило, давайте мы вычленим составные части конфессионального подхода. Как правило, конфессиональный подход представляет собой исповедование каких-то принципов. Принятие какого-то догмата веры. И дальше принятие этого догмата веры дает человеку какую-то духовно-нравственную опору. При этом человек религиозный, конфессиональный, как правило, свое учение не знает. Задайте вопрос христианину по любому моменту из Библии, он потеряется, он не знает это. То есть, конфессиональный стандарт подразумевает исповедование того, чего не знаем. Но во что верим? Дальше. В конфессиональном стандарте наблюдается следование за кем-то, за пастырями, за поводырями. Соответственно, там идет взаимоотношение ведущими думой. Кроме того, есть священные писания, святость которых человек признает, но в содержательной части которых не ориентируется. Это конфессиональный стандарт. Теперь переносим это на славянский мир. И вы увидите, что есть некоторые проявления, очень и очень похожи. Поэтому в славянском мире произошел парадоксальный момент. Опять же, все то, что говорится, друзья, поймите правильно, оно может выглядеть как стеб. Но, опять же, все здорово, что идет именно так, как идет. Здорово, что все эти ошибки есть. Здорово, что все эти проявления есть. Потому что именно благодаря тому, что все это есть, осмысляя это, мы делаем следующий шаг. То есть, не в том плане, что мы критикуем сейчас и высмеиваем все то, что было. Нет. Честь и хвала всем тем, кто действовал на том уровне осознанности, на котором мог. И это правильно и здорово. Эти все ступеньки надо было пройти. Именно для этого мы и осмысляем все это. Чтобы пройти это. Чтобы опыт этот был не напрасный. Наступили на грабли, получили полбу. В этом нет ничего зазорного. Вот танец на граблях, это уже другое. Танец на граблях, это потеря на ровном месте. Наступили, набили шишку, сделали выводы, пошли дальше. И слава богу, что мы ее набили. Но постоянно лупить себя в одно и то же место нецелесообразно. Идет потеря времени как ресурса. А время сейчас самый ценный ресурс. Итак, смотрите, что мы здесь видим. В конфессиональном подходе мы наблюдаем вот эти проявления, которые были озвучены. Что мы видим в славянском мире? Святость ветвь признается. Содержательная часть их, как вы думаете, насколько сильно проработана? Ну да, меньше, чем хотелось бы. Люди признают, старая вершинская часть славянского мира признают святость Асгарского духовного училища. Безусловно. Многие ли смогли освоить? Тоже вот как-то есть основной догмат. Вернее, не догмат, а основной посыл. Свято чтить богов и предков, жить по совести, владу с природой. Его приняли. Вот этот принцип. Но превратили его в догмат веры. В принципе, ну ладно. Раньше люди заслушивались речами патриарха. Сейчас заслушиваются речами других людей. Живут, по сути, чужим умом. Непонятно что-то, надо задать вопрос. Думать, не, не, зачем? Это неинтересно. Гораздо интереснее сразу как-то обратиться к кому-то, кто более компетентен. И здесь мы наблюдаем во многом проявление конфессионального стандарта. Смотрите, почему так получилось. Люди переходили из христианства в славянство, но качественно еще не успели поменяться. Они не успели выйти во вне эгрегориальное поле. Соответственно, они перенесли конфессиональный стандарт на славянство. И начали принимать славянство как религию. Более того, они начали отрицать религию, превращая славянство в религию. И получился парадокс. Может быть, помните, на уровне словесном было примерно следующим образом. Ну что, у славян не религия. У нас вера. Вера – это сияющая мудрость, это знание. Потому у нас во голове угла ставится знание. В отличие от христиан, которые… Это не афишируется, но так скажем, которые тупые. Потому что у них вера, они просто верят. Поэтому они тупые. А мы знаем. Поэтому мы лучше, мы круче, мы выше. А почему мы знаем? И ответ. Это потому что верим. Понимаете? И вот тут произошел спотыкач. Вот тут люди споткнулись. Если уже ставим в приоритет знание, то в таком случае давайте познавать. Если нет, давайте быть честным с собой. Это конфессия. Конфессия, в которую мы верим, но которую мы не знаем. Конфессиональный человек не знает своего учения. Соответственно, здесь надо выбрать. Как раз таки славянство и открывалось, вот знания хранителей, и открывались как альтернатива к конфессиональному пути. И здесь каждый должен выбрать сам. Либо мы веруем в святость и в состоятельность чего-то, не знаем чего. Тогда это конфессия. И давайте честно признаваться себе в этом, что это конфессия. Либо мы познаем. И тогда это уже не конфессия. И вот меня радует, что сейчас все больше набирает обороты именно образовательное направление. То есть как раз таки люди все больше становятся на позиции познающих людей, менее исповедующих, более познающих. То есть они изучают, потом начинают применять эти знания, видят, что эти знания один в один в социуме не работают. Нужно адаптировать. Запускается творческий процесс адаптации древних знаний под современные реалии. Они начинают пробовать, экспериментировать, получают результат, обмениваются опытом. По итогам опыта структурируют этот опыт, уже нарабатывается какая-то информационная база, база знаний, которую они могут передавать. То есть все больше набирает обороты обучение. Это здорово. Образование и самообразование. Но изначально был вот такой вот парадокс. По принципу, я специально утрирую, чтобы было понятно, что вот они тупые, потому что они верят. Мы умны, потому что знаем. А знаем почему? Потому что верим. Мы верим этому человеку, он нам солгать не может. Это не знание, это не познание, это конфессия. Радует, что конфессиональный стандарт все менее характерен для славянского мира. Это результат наблюдений. Мы собираем наблюдения, стараемся держать руку на пульсе нашим кругом, друзей, некоторых из которых вы знаете заочно, а некоторых иочно. То есть мы собираем коллекцию наблюдений, и как раз можно сказать, конфессиональный стандарт из славянского мира уходит. Медленно, но верно. Но пока еще, как и сдержкой, он остается. Еще несколько лет назад конфессиональный стандарт был достаточно силен. Это у нас четвертый подход. И пятый подход. Это мистико-магический подход к славянству. Славянство как магия, как волшебство. Славянство как магия, как волшебство. В данном случае мы не будем делать разницу между магией, колгостом и волшебством, чтобы не усложнять наши занятия. Просто будем называть... Давайте договоримся, что в рамках нынешнего семинара это слова синонимы. Угу. Итак, то есть магия как волшебство. Теперь смотрим. Человек, который стоит на позициях мистико-магического подхода к славянству. Он смотрит на выпендреж субкультурника. То есть человека, который стоит на субкультурных позициях. И тот его начинает как-то призывать. Давай вот как-то будем вместе выпендриваться. Ему этот момент не близок. Борец с системой начинает там на абразуру кидаться. Ему этот момент тоже как-то не очень. Зачем? Он начинает... Магия – это, по сути, проработка своего внутреннего мира. Через внешнее. То есть человек, по сути, через внешнее простраивает внутреннее, через внутреннее простраивает внешнее. На этом и построены все ритуалы. Как раз и трансовые техники и все остальное. То есть маг занимается, по сути, собой. Но, тем не менее, он начинает изучать ведическое наследие на предмет выявления магических знаний. Знаний, которые остались от древних цивилизаций. Соответственно, он смотрит на то, как пытаются возродить культуру и традицию. Он-то понимает, что в основе культуры и традиций лежит магия. А те, кто организует праздники, как правило, не понимают. То есть они думают, что магия отдельно, культура и традиция отдельно. Хотя они неразрывно связаны, в чем мы сейчас убедимся. И дальше он понимает, что люди пятой категории в славянском мире, в принципе, сильно не афишируют себя. Они есть, я вам хочу сказать, их достаточно много. И некоторые из них по своему калибру настолько мощные люди, что искренне разуют, что они есть. Но, тем не менее, они не светятся, они не афишируют себя, они не бросаются в глаза. Как правило, бросаются в глаза субкультуристы, борцы с системой и те, кто на основе культуры и традиций стоят. Вот эти три категории наиболее ярко проявлены в славянском мире сегодня. Но они бросаются в глаза. Это не значит, что это все. Славянство – многослойный пирог. Соответственно, смотрите, как сложно людям найти в славянском мире какое-то понимание, подход. Потому что стремление уйти в себя, чтобы что-то в себе проработать, часами сидеть в медитации, что делают те люди, кому близок мистико-магический подход. Не близок к субкультуристу, ему надо показать себя. Он, если и сядет в медитацию, то показушно, чтобы все видели. Вот смотрите, вот он я. Понимаете? То есть этот момент уже теряется сокровенность, ему надо показать себя. И борец с системой будет проверять мистико-магический подход и говорит, ну хорошо, а что это тебе даст в плане борьбы с системой? С рептилоидами, с серыми, что это может дать? И там уже какие-то моменты есть общие точки соприкосновения, но обычно борьба с системой приводит к тому, что человек начинает отрицать все эти вещи. Не сразу, но по чуть-чуть. Поскольку он во всех этих вещах тоже начинает видеть проявление той системы, с которой борется. Какие бы эзотерические знания он не использовал, он везде увидит рептилоидный корень. Постепенно он начинает видеть его и в славянском мире тоже, и у него начинают опускаться руки. И тоже такой момент немножко болючий, но его надо учитывать. Его надо учитывать. Понимаете, людям сложно. Это пять разных стандартов, и они пытаются как-то соединиться вместе. Знаете, это кофе, кисель, борщ и вареники. И вот мы пытаемся все это перемешать вот так вот в единую такую бурду. И, естественно, оно не получается. Потому что стандарт разный. Вот обратите внимание, представители большинства духовных учений без проблем находят общий язык между собой. Посмотрите, вайшнавы, например. Вайшнавы сплоченные. Протестантов возьмите. Разных профессиональных. И свидетели по делу, иеговы, и пятидесятники, и все остальные. То есть у них они сплоченные. Даже представители христианского мира, если вы посмотрите, воцерковленные христиане, то расплоченные. А вот славяне разобщены. А почему? А потому что славянство... Мы посмотрим... А это что? Это магия? Ну, не совсем как бы... Как бы да, но как бы нет. Это субкультура? Как бы да, как бы нет. Это конфессия? Как бы да, как бы нет. Вроде бы и так, и так. И да, и нет. Понимаете? То славянство многогранно. Именно в этом причина того, что, видим, сложно состыковаться между собой. У них разные интересы. Внешне... Внешне... Мы все похожи. Мы вращаемся в одном поле. Внешне. Но это на уровне общем. Если мы уйдем на частности, то каждый будет по своим орбитам двигаться. Разные подходы. Именно поэтому у людей есть разница во зрениях. А вот теперь давайте смотрим. Мы начали с чего? Что такое славянский мир? Мы разобрали, какие есть подходы к нему. Но давайте разберем, что такое славянский мир. На каждом уровне осознанности славянский мир представляет собой что-то отличное. Представление человека о славянском мире меняется. Оно становится отличным от того, что было ранее. Вот что собой представляет славянский мир для субкультуриста? Для того, кто идет по субкультурному стандарту. Это набор образов, с помощью которых можно показать себя. То есть это, по сути, интерес. Если мы берем борца с системой, то славянский мир это, по сути, общественно-политическое движение. Если мы берем культурно-традиционный подход, то славянский мир это подход людей с родовыми семейными культурно-традиционными ценностями. Кто стремятся возродить семейные родовые ценности на основе образов родной культуры дохристианской эпохи. Если мы берем волшебников, магов, то те, кто с мистико-магическим подходом взирают на все это, то для них славянство это мир волшебников, мир магов и часть оккультного мира. И, соответственно, если мы берем конфессиональный стандарт, то славянство – религия. Соответственно, как будто разобщенная религия, где нет единства. Но это все внешнее. Теперь давайте посмотрим это не с человеческой позиции, а с точки зрения более высокой. Дело в том, что в нашей жизни не существует случайных процессов. Некоторые процессы запускаются помимо воли человека, независимо от его организационного участия во всем этом. Они запускаются свыше, как тенденции. Во Вселенной действует закон сохранения энергии или закон восстановления нарушенного равновесия. И, по сути, вот мы сделали шаг, допустим, махнули рукой, то пошел небольшой импульс ветра. Этот ветер куда-то пошел, где-то что-то колохнулось, пошла волна, и дальше вот оно пошло, пошло. Каждое наше действие запускает волну во Вселенную, которая делает полный оборот и возвращается по закону кармы. Мы это знаем. А вот теперь, смотрите, все действия являются компенсациями друг друга. Есть действие – значит, будет противодействие. Всегда. Соответственно, это и есть закон сохранения энергии. Мы запускаем одну тенденцию, запускается другая. Но одни силы запускают одну тенденцию, другие силы запускают другую тенденцию. Если мы берем знание ведического мира и взглянем на все это с более высоких позиций, мы увидим, как раз таки, вы знаете уже, эта информация уже освоена всеми в славянском мире, о том, что наступает новая эпоха, которая обусловлена свыше. Тенденция к возрождению и тенденция перехода на качественно новый уровень осознанности, тенденция к духовному возрождению – это тенденция обусловлена свыше. Она обусловлена не людьми. Она обусловлена богами. И вот теперь давайте посмотрим себе. Вот у славян есть два образа. Мы вот так вот возьмем их, разделим условно на две категории. Первая из них – это старая уходящая эпоха или эпоха лисы. Лиса. И вторая эпоха – эпоха волка. Вот сейчас мы проведем небольшую сравнительную характеристику. Вот этот у нас рубеж перехода из лисы в волка и называется рассвет сварага. Это определенный рубеж – рассвет сварага. И вот теперь смотрите. Мы сейчас уже смотрим не с точки зрения людей. С точки зрения людей мы разобрали. А теперь посмотрим с более высоких позиций. Чем характеризуется эпоха лисы? Она характеризуется эпохой лжи, обмана, подлости, лицемерия. Понятно, все вот эти прелести, которые мы наблюдаем. Но эта эпоха подходит к концу. За счет чего? За счет качественного новоэнергетического излучения. Я думаю, вы чувствуете по событийному ряду собственной жизни, что из космоса идут очень высокие энергии. И причем их идет много. То есть сейчас космическое излучение увеличилось. И увеличилось достаточно сильно. И в итоге сейчас это приводит к тому, что человек начинает болезненную адаптацию под новую энергетическую среду, в которой он живет. То есть энергетическое тело человека или жарье тело, говоря языком русских народных сказок, начинает меняться. Оно начинает меняться, потому что энергетический фон изменился. То есть в первую очередь эпоха Лисе от эпохи Волка отличается энергетическим уровнем. То есть в эпохе Волка энергии больше, то есть идет большее количество энергии. И эта энергия более высокочастотная. Энергии сразу же давайте себе пометим. Энергии мы можем классифицировать по двум основным характеристикам. Существуют две основные характеристики работы с энергиями. Вернее, просто энергии. Первое – это количество энергии или условно горизонталь, больше-меньше. Энергии много, энергии мало. Человек вкачался энергией или человек обесточен, высосан. Энергии больше-меньше. Больше-меньше. С точки зрения этой характеристики эпоха Волка характеризуется увеличением количества энергии. И вторая характеристика – выше-ниже. То есть это можно обозначить равносторонним крестом. Выше-ниже. То есть это качество энергии, не количество, а качество ее. То есть энергия может быть более высокочастотной. Энергия может быть менее высокочастотной. То есть более низкочастотной, более грубой, приземленной. Соответственно, эпоха лисы характеризуется по сравнению с эпохой Волка меньшим количеством энергии. То есть энергия меньше, и она грубая, низкочастотная. Сейчас происходит одновременно увеличение количества энергии и качественное изменение энергии в сторону более высокой тактовой частоты. Это главная разница между эпохой Лисы и эпохой Волга. Я вам сразу советую пометить и запомнить одно правило. Если вы хотите детализировать что-то, предметно детализировать, максимально вывести, то есть не предельно общие, а максимальная детализация, смотрите на энергию и информацию, что происходит на уровне энергообмена, что происходит на уровне информационного обмена. И вот тогда вам многое станет понятно. Славяне ориентируются на вот этот переход. Соответственно, все знания славянского мира, попробуйте услышать, понять, прочувствовать это, все знания славянского мира, которые были раскрыты хранителями на рубеже эпох, сводятся к простому знаменателю – качественному поднятию тактовой частоты человека. Частоты его вибраций. Поскольку человечеству для адаптации в новой эпохе, человечеству нужно качественно изменить свой уровень. Нужно сделать так, чтобы человек стал работать с большим количеством энергии, и при этом, чтобы его тактовая частота пошла на повышение, чтобы и в него качественно изменился уровень энергетических вибраций, уровень тактовой частоты. Каждый человек является источником энергии определенного спектра. Как правило, это пульсирующая характеристика в зависимости от многих факторов. Текущее состояние, то, о чем человек думает, может быть, его что-то тяготит, может быть, он окрылен, возвышен, но все равно это пульсирующая характеристика, выше-ниже, оно все равно определяется. Но в целом человеку, человечеству в целом и каждому человеку в частности, если он хочет двигаться дальше, ему нужно работать на повышение тактовой частоты вибраций. Это принцип, это формула, это стержень. На этот стержень навинчивайте все остальное. И культуру, и традицию, и магию, и духовно-нравственный стержень, и энергетическую работу. Главный принцип вот это. Если человек при использовании знаний славянского мира, его тактовая частота пошла на повышение, значит, он все сделал правильно. Значит, он правильно понял, он запустил движение в этом направлении, из эпохи Лисы в эпоху Волка. Если же при знакомстве со знаниями славянского мира тактовая частота его вибраций идет на понижение, как, допустим, идет на резко, это не то, что идет на повышение, но резко пикирует вниз, когда человек становится на фанатичной позиции. Фанатики, неважно какого учения, они очень низкочастотные. Он может фанатить по славянству, и вроде как, как ему казаться, делать доброе дело. Но на уровне волновой характеристики он вносит сильный диссонанс в славянство. Почему? Потому что задача славянского мира – поднимать тактовую частоту вибраций. Понимаете принцип? Точно так же люди с одержателями, одержимые люди, у них тоже тактовая частота идет на минус, идет на понижение. Люди, употребляющие алкоголь, тактовая частота понижается. Люди, употребляющие мясо в больших количествах, тактовая частота понижается. И много-много другое – понижение, понижение, понижение. Соответственно, если мы берем стержневую основу, то начинает повышаться, когда тактовая частота начинает повышаться, все сделано правильно. Человек может, сразу хочу сказать по поводу мяса, чтобы не было никаких этих моментов, чтобы вы там не восприняли, что мясоеды ниже, чем вегетарианцы. Нет. На полевой структуре, на уровне поля, действительно, поедание мяса способствует понижению тактовой частоты вибраций. Но это всего лишь фон. На деле человек определяет не столько, вот в плане питания его определяет не столько то, что он ест, сколько то, что он пьет. Подсюда и понятие питания. У нас же не едание. Подпитка ведется через питье. Это основа. Еда вторичная, второе место занимает по этому поводу. Но если человек ставит в приоритете повышение тактовой частоты вибраций, вегетарианство становится для него, как раз оно способствует повышению тактовой частоты, но это не панацея. Сильно способствует повышению тактовой частоты при правильном подходе сыроедения. Но подчеркиваю, при правильном подходе. Что-то знакомое, да? Неправильный подход. То есть, может, легко выключить это. Неправильный подход. В этом плане сразу хочу сказать. Это если человек став на позиции сыроедения, после того, как он стал на позиции сыроедения, спектр тем, на который с ним можно поговорить, после этого резко сужается до еда. Вот если человек после того, как стал на сыроедческие позиции, с ним можно поговорить только о еде, то, знаете, тактовая частота его понижается, идет зацикленность. Человек, по сути, становится на позиции чрева угодия. Независимо от того, на какой у человека режим питания, если он зациклен на культе еды, пусть даже это еда сыроедческая, он чревоугодник. Ты не начинаешь говорить про автомобиль, и разговор съезжает на еду. Начинаешь говорить про буквицу, и разговор съезжает на еду. Начинаешь говорить про энергетические процессы, и разговор съезжает на еду. Думаешь, что е-мое. Он может быть, это просто ему, когда надо, уверовать, грубо говоря. Потом-то, когда он уверует, то все равно отпускает. Конечно. И поэтому самые, это правильно, возникает потребность. И из-за того, что человек шатко стоит на этих позициях, ему нужно за что-то ухватиться. Да, да. За что ухватиться? Найти ближайшие уши. Ну, это формула такая. Неофиты любого движения, то есть те, кто только начинает в какое-то духовное учение входить, они, как правило, самые говорливые. Вот у них больше всего возникают потребности в… Это же проходит? Проходит. Безусловно, проходит. То есть это надо пройти просто? Или как? Не может же быть такое, что вот он читал, 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 на утро встал, оп, сыроед. Дело в том, что когда человек, поторопится с сыроедением, то в таком случае он действительно становится, его позиция становится шаткая, и он начинает цепляться за уши других. И цепляясь, он потом рано или поздно все равно срывается. Как правило, это формула. Поэтому самый мудрый подход, который я встречал в этом отношении, это подход Святозара Евдокимова. Кстати, где-то здесь сейчас, в районе Челябинска. Святозара Евдокимова из группы Ауромира. Я когда спросил его про его рацион, я спросил его даже не про рацион, я спросил, ты сыровед или нет. Вот он потрясающе мудрый человек, я искренне советую его не только как музыканта, барда, исполнителя песен, но и просто как мудрого человека, у которого есть чему поучиться. Знаете, что он мне ответил? Потрясающе. В моем рационе преобладает сырое. Он не сказал сыроед, не сыроед, нет. Он не навешивал на себя ярлык. Просто в моем рационе преобладает сырое. Без фанатизма, без зацикленности, без всего. Мягко, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть не так, что все, с понедельника бросает. Нет. Да. А именно, знаете, переход на другой режим питания осуществляется мягко, естественно. И тогда человеку не нужно жужжать в уши ближнему своему о состоятельности того, в чем он сам не уверен. Понимаете? Но при правильном подходе изменение режима питания, конечно, способствует повышению тактовой частоты вибраций. Нравственность очень способствует повышению тактовой частоты вибраций. И многие другие моменты. Вот почему все эти принципы. Жизнь по совести. Это не просто этические нормы. Это, помимо этого, это еще и определяет волновую структуру человека. От безнравственного человека, от человека, который нарушает этические принципы жизни, от него исходит энергия одних вибраций. От людей, которые стоят на духовных позициях, которые стараются соблюдать этические принципы, заповеди, совесть и все остальные. От них исходит тактовая частота других вибраций. По сути, все устремления славянина, когда он понимает, что в мире есть энергия и информация в разных их составляющих, все устремления славянина сводятся к повышению тактовой частоты вибраций. Работе над этим. Соответственно, все остальное навинчивается уже на это. В том числе и культурно-массовые мероприятия. Нет смысла проводить мероприятия на низкой тактовой частоте. Это будет социалка. Это будет просто социальное мероприятие одно из. Духовным оно будет, если поднять тактовую частоту вибраций. Соответственно, для того, чтобы понять тактовую частоту вибраций, нужно понять, как работает энергия. А чтобы понять, как работает энергия, нужно, как ни крути, начать изучение каких-то магических моментов. Это биоэнергетика, экстрасенсорика, парапсихология, неология. Общий базовый набор, который есть, он способствует пониманию того, как это вообще работает. Как связаны мысли с энергетическим полем. Как только человек это понимает, он начинает регулировать собственные мысли. Как только информация, умение работать с информацией влияет на тактовую частоту человека. Как его эмоциональный фон влияет на тактовую частоту человека и так далее. То есть, по сути, славянству в сокровенной своей основе представляет собой стержень. Стержень, устремленный как раз таки ввысь. Это стержень определяет повышение тактовой частоты вибраций. Все остальное на этот стержень навинчивается. Теперь смотрим. Люди, которые стоят на субкультурных позициях. В принципе, им все равно, как себя позиционировать. Главное – показать себя. Они могут быть славянами, могут быть готами. Или рокерами. Ведь тактовая частота на тактовую частоту это не влияет. Борцы с системой, как правило, начинают жить, зацикливаясь на образе врага. Образ врага, они подпитывают образ врага постоянно на энергетическом уровне. И при этом тактовая частота борцов с системой идет на минус, на понижение. Почему? А потому что чем больше они борются, тем больше они входят в отчаяние. От того, что ничего не получается. Что-то получается как-то со сдвигом, со скрипом, но они понимают, что победы они не застанут. Поэтому у них начинается энергия отчаяния. Они становятся источником некроэнергии. Или энергии гавах на санскрите по-русски – это энергия смерти и страданий. И, соответственно, и тактовая частота тех, кто борется с этим. Поначалу они горят, горят, нагнетают. Давайте, надо бороться. Если они являются источником энергии среднего спектра, энергии страсти, они на энергиях страстей начинают нагнетать волну, что надо бороться, надо бороться, давайте, пока не затухнут. Пока у них есть энергия, они гонят волну на средних вибрациях. Повышения нет. Но потом они затухают и становятся источником более низкочастотной энергии, энергии отчаяния. Возможно, у вас не было примеров перед глазами, как заканчивают борцы с системой. К сожалению, или к счастью сказать сложно, но у меня перед глазами такие примеры были и не раз. И у других людей, с кем вместе мы двигаемся в этом направлении, в сторону рассвета сварага. И хочу вам сказать, что сердце крови обливается, когда смотришь, как они заканчивают. Они заканчивают, а? Они заканчивают, ну он еще неплохо закончил. Они заканчивают обесточением настолько, они энергетически высасываются настолько, что им жизнь становится не мила. Они впадают в отчаяние. И, понимаете, самая высокая энергетическая вибрация, которая есть, это счастье. Если мы берем наибольшую пользу, которую может человек принести на полевом уровне, на уровне энергетических вибраций нашему миру, миру, в котором он живет, это просто быть счастливым. Потому что человек счастливый является источником энергии высокого спектра, что соответствует вектору движения. Борцы с системой, как правило, не счастливы. Они знают, что им нужно для счастья. Но при этом они замахиваются на то, что у них не хватит сил изменить. И поэтому они понимают, что пока вот это не произойдет, счастлив я не буду. Но пока у них не хватает сил, чтобы этого достичь. Потому что этот бег по замкнутому кругу – это иллюзия. И в итоге борцы с системой, люди, как правило, не счастливы. Несчастье порождает внутреннюю агрессию. Агрессия выливается в виде злобы вовне, которая проявляется в виде нагнетающих волн. Нагнетание, нагнетание, надо бороться, надо бороться. Часто мы и наблюдаем у некоторых людей, которые стоят именно на этих позициях. Борьба с системой не способствует повышению тактовой частоты вибрации. То есть с точки зрения осознанности, в принципе, борцы с системой, если взять, они стоят на более высоком уровне, чем субкультуристы, которым надо себя показать. С точки зрения, так если возьмем. Они, как правило, более начитанные, более эрудированные. У них более высокий интеллектуальный потенциал. И, в принципе, нравственные устремления тоже. Однако, на полевом уровне, если мы возьмем, то субкультуристы, как правило, они… Тактовая частота у них какая была, так такая и осталась. То есть просто ноль. Ни плюс, ни минус. А у борцов в системе у них поначалу вспышка в плюс, и потом пикирование в минус. На уровень отчаяния. Это на уровне энергетических вибраций. А мы уже поняли с вами, что такое стержневая основа славянства. Это повышение тактовой частоты. Это вектор. Вектор направления движения. Дальше, если мы берем культурно-традиционный подход. Здесь, в принципе, наблюдается медленный, постепенный рост тактовой частоты вибраций. Это идет в плюс. Безусловно. Конфессиональный уровень – все очень субъективно. Конфессиональные люди бывают очень разные. В том числе и такие, которые грешат, каятся, грешат, каятся, грешат, каятся. У них образ жизни такой. Но у них, конечно, идет вот так вот вспышкообразность. Есть те, у кого являются стабильный рост, есть те, у кого стабильное падение. Здесь все индивидуально. Равно, как и в мистико-магическом подходе. В зависимости от того, кто какой Путин для себя избрал. То есть, как видите, славянство неоднородно даже на уровне вот этих устремлений своих. Теперь смотрите. Мы возвращаемся к тому, что собой представляет славянство уже не на полевом уровне, а как компенсаторный механизм. Вспоминайте, славянство начало возрождаться активно в конце 80-х годов. В основном вспышка начала 90-х и понеслась. Потом, в следующий момент, начало 2000-х, уже староверы выдают свои знания. И все это выходит на новом уровне осознанности, уже на более высоком витке. Но славянство начало. Первые проблески начались как раз в конец 80-х, начало 90-х годов. Давайте мы вспомним, что произошло с нашим обществом за последние 25 лет. За последний четверть века. Как раз тогда, когда стартовал славянский мир и славянское духовное направление, когда оно вышло из подполья. Мы помним с вами, произошло обрушение союза, обрушение нравов. Что было? Что было? Это первый момент. Второй момент. Мы с вами помним, что пошла интенсивная компьютеризация нашего общества. То есть, 25 лет назад ни мобильных, ни компьютеров, ничего этого не было. И да и камеры тоже. Такие у людей они были не распространены. Сейчас, то есть, увеличение идет в рост технические средства. Вспоминаем оккультный бум, идет разгерметизация магических знаний. Разных духовных школ, как западных, так и восточных, там, фаболистиков, все вот эти направления. То есть, мы наблюдаем вот эти вот все процессы. Что между ними общего? На первый взгляд, они изолированы между собой. Плюс мы накидываем еще одну тенденцию здесь. Это усиление зомбирующих технологий манипуляции сознанием. И среди информационщиков принято разделять информационные технологии на 4 поколения. Старое доброе первое поколение – это, помните, 25-й кадр. Это место в музее, он уже давно не используется. Но поначалу это были прорывные технологии зомбирующие, просто технологии подсознательного монтирования образов, которые потом выстреливают в виде импульсов из подсознания, желания что-то сделать. Значит, первое поколение было как раз до обрушения Союза. Советский Союз был уничтожен обкаткой информационных технологий второго поколения. Информационные технологии третьего поколения стартовали с 11 сентября 2001 года, то есть на рубеже эпох. И после Майдана стартовали, вернее, на Майдане были обкатаны информационные технологии четвертого поколения. То есть вот четыре поколения информационных технологий уже зомбирующих технологий. То есть манипуляция сознанием, она несовместима с духовным ростом. Поэтому люди, которые стремятся к духовному развитию, понимают необходимость взращивания иммунитета от манипуляции сознания. Соответственно, здесь либо быть жертвой чьих-то манипуляций, либо духовно расти надо выбрать. Если выбрали в приоритете духовно расти, повышать тактовую частоту вибраций, значит, необходимо взращивать иммунитет от манипуляции сознания. Здесь просто, знаете, несовместимо. Не получится одновременно делать, заниматься в одну и ту же минуту. Не получится заниматься фитнесом, бежать на беговой дорожке и делать шавасану. Ну, то есть здесь либо одно, либо другое. Можно одно после другого, но не одновременно. Они несовместимы вместе. Либо быть жертвой манипуляций сознанием, либо духовно расти. Потому что человек, который духовно растет, ему необходимо стать счастливым. Для того, чтобы обрести счастье, нужно понять свое место в мироздании. Для этого нужно выйти на свою дорогу. Манипуляция сознанием сводится к тому, чтобы человека с его дорожки подключить на чуждый для него вектор. Соответственно, человек на чуждой дорожке, на чуждом поле счастлив не будет. Соответственно, быть жертвой манипуляции значит не быть счастливым, значит не способствовать повышению тактовой частоты вибраций. Для того, чтобы человеку стать счастливым, нужно найти себя, найти свою жизненную стезю. Для этого надо духовно расти. Значит, нужно взращивать иммунитет от манипуляции сознанием. Все достаточно просто. Поняли принцип? Я бы вам все-таки советовал записывать, потому что вы это слушаете, но через неделю вы не сможете вспомнить всего, о чем мы здесь с вами говорили. Можете не сомневаться. Это уже проверено. Поэтому человеку для того, чтобы духовно расти, чтобы способствовать качественному повышению вибраций, нужно взрастить иммунитет от манипуляции сознанием. Это одна из задач курса по энергоинформационной безопасности. Также планируется это выделение в отдельное направление. Сейчас для славянского мира это очень актуально и характерно. Предполагается, планируется в будущем записать этот курс по взращиванию иммунитета от манипуляции сознанием для того, чтобы людей с ним познакомить. А в общих чертах это что такое? Что? Взращивание иммунитета. Это изучение самих технологий манипуляции, понимание того, на чем они берут, понимание того, на чем они берут людей, и взращивание в себе альтернативных добродетелей, как устойчивости. Вот это в общих чертах. Соответственно, человек взращивает в себе иммунитет от манипуляции сознанием. А вот теперь смотрите. Советский Союз был уничтожен обкаткой информационных технологий второго поколения. Был определенный баланс. Обкатали информационные технологии второго поколения, Советский Союз разлетелся в дребезги. Произошло действие. Любое действие порождает противодействие. И вот что интересно. На тонком плане славянский мир явился компенсацией нарушения равновесия со стороны манипуляции сознанием. То есть импульс первичный – это как раз усиление зомбирующих технологий. И обратная реакция – возврат к истокам. На первый взгляд, что между ними общего? А на деле вот так. Возврат к истоку приводит к устойчивости от манипуляции сознанием. Естественно, если человек правильно возвращается к истоку. Понимаете? Поэтому можете себе пометить. Соглашаться не обязательно. Просто пометьте себе. Потом обдумайте этот посыл. То, что возникновение вот этой вот тенденции возврата к истокам – это компенсация усиления зомбирующих технологий. Это компенсация усиления зомбирующих технологий. Помните? Одно порождает другое. Соответственно, усилились зомбирующие технологии. Советский Союз разлетелся в дребезги. И запускается славянский мир. Который, в принципе, себя не связывает с этими процессами. Но пока не связывает. Люди могут и не связывать. Но эта связка все равно есть. Одно перетекает в другое. Одно запускает в другое. Что общего между всеми теми процессами, которые были озвучены? Славянские. Возврат к истоку возрождения славянского мира. Интенсивная компьютеризация. Два. В расцвет оккультный бум. Это экстрасенсорика, биоэнергетика, парапсихология, неология, эзотерика. Вот эти вот направления. Помните сеансы массового гипноза? Или все вот эти направления астрологии. Вот это. Если мы берем усиление зомбирующих технологий. Что между ними общего? Информация. Они все работают с информацией. В компьютерной технике работа ведется с информацией. Биоэнергеты, экстрасенсы, они все работают с информацией через энергию. Они чувствуют энергию, энергию переводят в конкретную информацию. Что-то чувствуют. То есть через чувство воспринимают энергию, которая идет. Дальше через чувство ухватываются за энергию. Из энергии выхватывают информацию. Говорят, я вот чувствую, скорее всего, это вот это. То есть они энергию на уровне ощущений переводят в информацию. Экстрасенсы, биоэнергеты работают с информацией. Средством манипуляции сознанием в основе своей работы с информацией. И 21 век, век информационных технологий. И в век информационных технологий, по сути, у нас идет массовый такой процесс возврата к истокам. А ведь если мы возьмем информацию, это слово неславянского происхождения. Но если мы разберем его с английского языка, как слово-то английское, ну, вернее, более древнее говорили, но в английском. In – это в. Form – это форма. То есть это то, что в форме, то есть в содержании. Информация, дословно, если мы возьмем, in – форм – это содержание какой-то формы. Соответственно, учитываем это. In – это в. То есть в глубинах. Вспоминаем образ буквицы Веди, мудрость, знание, информация – глубина. Глубина, которая, в принципе, может быть обличена в какую-то форму. То есть это содержательная часть формы. Форму мы можем придать разное содержание информации. Будет одна и та же. Соответственно, если мы переведем слово информация на русский язык, попробуем понять, каким языком, каким словом в нашем родном языке отображается слово информация, у нас будет Веды. Один в один. И вот тут у нас получился парадокс. На первый взгляд, славяне пока еще не все это поняли, но понимание приходит, и приходит накатами, причем достаточно так. Люди, миропонимание у людей сейчас очень стремительно расширяется и увеличивается. И это радует, вселяет надежду и вселяет как раз-таки вдохновение. Но люди поняли парадокс. Веды у нас являются святыней. И сейчас, если человек хочет в век информационных технологий как-то выжить, то в таком случае им необходимо учиться работать с информацией. Люди стремятся вернуться к Ведам, но с информацией работать не умеют в основном. Понятно, почему не умеют, их этому не учили. И поэтому одна из задач ведического образования как раз-таки научить учиться или вернуться к состоянию, когда человек может работать с информацией в современном проявлении. Смотрите, современный мир характеризуется усилением динамики работы с информацией. Это и есть то, что в Ведах обозначено как великий потоп в конце темной эпохи. Потоп произошел, вода информации, интернет, слив информации, куча информации, которая противоречит, на первый взгляд, друг другу. И в итоге мы наблюдаем парадоксальный момент. Парадоксальный момент какой? Что люди с информацией вроде как стремятся работать, они стремятся вернуться к Ведам, но думают, Веды они отождесятся конкретными книгами. Это в чем-то правильно. Но надо понимать, Веды – это вся информация в мироздании, которая есть. И как раз-таки ведическое наследие – это мудрость и этика в использовании информации, которая есть в мироздании. Поняли принцип? Соответственно, понимание этого выводит нас на простой знаменатель. Делаем для себя простой вывод. Так, чтобы сильно не растягивать удовольствие, делаем для себя простой вывод. Чем лучше человек работает с информацией, тем глубже он понимает Веды. Таким образом, что ж общего между собой век информационных технологий и Веды? Это то же самое, только если мы переводим на русский язык. И при этом добавляем этику. То бишь принцип совести. Использование знаний, использование информации, информационной технологии – по сути, это безнравственное использование информации. Славянское ведическое направление, если мы берем с этих позиций, заходим, то это этическое использование знаний, информации. И там, и там работа с информацией. Разница в наличии этики или в ее отсутствии. То есть, по сути, с точки зрения информации, славянское ведическое направление – это этическая работа с информацией. Они отличаются от информационных технологов, которые, знаете, там, имиджмейкеры или по-русски мордоделы. Они как раз-таки занимаются неэтическим использованием информации и умений с ней работать. В то время как в славянском мире основной принцип – этика. Этика способствует повышению тактовой частоты вибраций. Поэтому в славянском мире бросили лозунг. Он мне очень нравится. Он сам по себе на славян он не сработает, но в целом он забавный. Быть нравственным выгодно. Понимаете, это такой парадоксальный момент. Забавно звучит, но тем не менее. Быть нравственным, жить по совести, как ни странно, выгодно. То есть, помимо того, что это приятно, да, это приятно, это тяжело. Но в этом есть свои преимущества. Потому вот такое вот, знаете, оно забавно само по себе, но на деле это не безосновательно. Когда человек, по сути, вот есть работа с информацией на уровне социума с нарушением этики, а есть работа с информацией в славянском мире, в другом круге. Это этический принцип. Благодаря наличию этики повышается тактовая частота работы с информацией. Повышение тактовой частоты работы с информацией открывает доступ к новым энергиям. Информация с энергией всегда неразрывно связана. Работа с информацией обостряет интуицию очень сильно. Это вам любой журналист может подтвердить. То есть это не чисто левополушарная работа, как принято считать. Таким образом, смотрите, вот здесь информация у нас есть и здесь, и здесь. Но только здесь у нас есть этика. А здесь ее нет. Соответственно, благодаря этому идет повышение тактовой частоты. Но и здесь, и здесь у нас есть информация. Информация. И там, и там. Соответственно, здесь у нас информация используется для манипуляции. Манипуляции можете себе пометить. Манипуляции. Обращаю ваше внимание, насколько интересно связаны языки разных народов, обозначающие самые разные понятия. Но, как ни странно, они имеют между собой много общего. В частности, слово манипуляция имеет нечто общее с названием чакры Манипура. Думаете, почему? Элицентр Хара. Манипуляция. Здесь этика в использовании знаний. Здесь использование знаний для того, чтобы сбить людей с их жизненного пути и подключить их к чуждому вектору. Им придется за это заплатить своим счастьем, а значит понижением тактовой частоты вибраций. Здесь этический принцип использования информации для того, чтобы повысить тактовую частоту вибраций. Этический принцип использования знаний приводит к тому, что человек находит себя, реализует, становится счастливым. Тактовая частота его идет на повышение. Здесь тактовая частота идет на понижение. Или же, так можем геометрически отметить, стопорится процесс повышения. Здесь идет стабильный процесс повышения тактовой частоты вибраций. Волн, которые наблюдаются. Вот и весь принцип. Понимаете теперь, почему произошла вот эта переориентация? Не то, что переориентация. Мы-то как двигались в этом направлении, так и двигаемся. Буквица, наследие предков, хорийская арифметика, языковое наследие, георийский круголец, вооружий круг. Это все осталось. Но почему возникла потребность дополнить вот это все как раз энергоинформационной безопасностью? Почему? Для того, чтобы славянство не было изолированным от социума. По сути, это элемент взаимодействия с социальным. И вот сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв, а после этого продолжим, чтобы вы увидели, какую роль в славянский мир. Уже более обстоятельно детализируем, что стоит представлять славянский мир. И зайдем мы уже, проведем параллели с некоторыми фэнтезийными произведениями.